Это итоговый выпуск программы День с Тулком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о том, чем же запомнилась эта неделя. А всю неделю в Алтайском крае держалась и продолжает держаться жара. Такая погода так и шепчет сходить на пляж. Вот только такой отдых для кого-то на днях закончился трагедией. Так, в районе городского пляжа на днях утонул ребенок. 15-летний подросток играл с друзьями в волейбол около городского пляжа. В какой-то момент мяч улетел. Юноша поплыл за ним, но оказался на опасной глубине и утонул. По словам очевидцев, школьника искали больше часа. По факту гибели следователи возбудили уголовное дело. Также в Алтайском крае на Диком пляже на днях утонул мужчина. Трагедия произошла на озере в селе Родина. Сотрудники полиции накануне достали тело погибшего. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Работают следователи. Но мы переходим к другим темам. Почти неделю без воды в жару. Жителям села Ганьба пришлось проходить ежедневный квест, чтобы выжить. Погодные условия не исключают риск возгорания. А по мнению жителей, причина отключения воды – конфликт с председателем ТСЖ. Ситуация накалилась до такой степени, что на встречу с нами вышли десятки людей. Тему продолжит Юлия Щепина. В плюс 35 градусов жители села Ганьба вынуждены выживать, как придется. Все ТСЖ. Нас пять улиц. Мы остались без воды. От слова совсем. Вода из крана не шла совсем. Мылись после часа, стирались. Четыре техника вообще не включается. Не хватает ни газ, не включается, чтобы горячая вода была. В общем, воды не было. По словам жильцов, причина отключения воды – конфликт с председателем ТСЖ земляне, который длится уже не первый месяц. И в группе председатель призывал оплатить долги и говорил о том, что как только задолженность будет погашена, сразу у нас появится вода. Он говорил, что ограничить в воде нас уже давно. И в итоге пришло время, когда он просто. Мы остались все без воды. Представляете, мы на 4 часа утра заводишь будильник, идешь и набираешь просто, чтобы на следующий день хоть что-то попить. Как только заговорили вопрос о прокуратуре, вода у нас сразу же пошла. И всем хватает. И на данный момент у нас очень хороший напор. По словам председателя ТСЖ, причина отключения воды техническая. У нас вступила жара, все же стали поливать. Забор. То есть она даже скважины не успевала набрать в водонапорной башне. Вот и причина была. Сейчас все восстановилось. Я второй насос не мог подключать, потому что он был резервным. Я его переставил в другую, нормальную рабочую скважину. Все заработало. Теперь работают два насоса. Стоимость работ, по словам мужчины, составила 57 тысяч рублей. Пришлось потратиться. Хотя общая задолженность и так более полмиллиона рублей. Кстати, конфликт касается не только задолженностей, но и других вопросов. Мои коллеги уже освещали процесс этой холодной войны. Так, в феврале ситуация дошла до суда. Была попытка исключения из ТСЖ улицы Вишневой. На общем собрании наш председатель Руденко Геннадий Дмитриевич по исключению улицы Вишневой. Это чудовищный, причем без их согласия, без их согласия, ущемляя их права. Сам Геннадий Дмитриевич комментарий давать отказался. И распихав всех жалующихся, пытался уйти от съемочной группы. Что у вас за конфликт с улицей Вишневой? Это не мое решение. Это решение общего собрания ТСЖ. Общее собрание выгоняет улицу Вишневой? Она не выгоняет никого. Так а что там на общего собрания? Что же снова такое выгоняет, если вы такой, этот самый умный? Ну вы хотите отсоединить улицу Вишневой ТСЖ, правильно? Или как? Иск не удовлетворили. Однако, по словам председателя, водонапорной башни не хватает на пять улиц. Изначально при строительстве башни в 1995 году средствами трех улиц она была рассчитана на определенное количество потребителей. Членские взносы составляли порядка 800 тысяч рублей. Затем построили еще две улицы – Вишневую и Рябиновую. Они заплатили около 300 тысяч рублей. Поэтому членами ТСЖ не являются. Хочу сделать акцент на том, что скважина, которая была пробурена в 2015 году, она была сделана как раз на деньги улицы Вишневой и Рябиновой. А сейчас эти две улицы даже в устав председатель вносить не хочет. Говорит, что мы не являемся членами ТСЖ. В свою очередь, часть жителей хочет сменить председателя. И даже предпринимались попытки. Сейчас у ТСЖ очень много должников. Люди готовы оплатить долги. Они это открыто говорят, но будут платить только тогда, когда Руденко сдаст свои полномочия. Он говорит, что вы не дождетесь. И была фраза о том, что да и ладно, не платите, на зарплату мне хватает. Начинаем, когда говорить, что нужно сделать, провести ревизионную комиссию. Всю жизнь в нашем ТСЖ было. Каждый год у нас ревизионная комиссия работала. Здесь он не дает никаких документов. Он не подпускает к работе ревизионную комиссию. То есть мы делаем выводы, что там есть что скрывать. Исчезли деньги куда-то у нас были. Целевые всякие были деньги. Их нету денег. И теперь он требует с нас вот эти взносы. Да мы готовы платить эти взносы. Мы будем платить хоть сколько. Ну, дело, когда хороший человек будет, когда нормальный человек, умный человек. Председатель утверждает, целевые взносы были переданы в научно-городскую администрацию, которая должна была обеспечить две присоединенные улицы инженерной инфраструктурой. Кстати, был подан и удовлетворен соответствующий иск. Наверное, вам доложили, что меня переизбрали. Ну, переизбрали, не члены ТСЖ переизбрали, а переизбрали жители, собственники тех двух улиц. Ну, ради бога. Ну, вот спрашивают, все спрашивают, какие проблемы-то. Мы вам вот даем воду. Заключайте с нами договора. Цены ни выше, ни ниже. Так же, как и члены ТСЖ платят. Ну, организуйте вы свое ТСЖ и живите. Ну, они же этого не делают. Председатель, псевдо-председатель создал очаг социального напряжения в этом поселке, что должно караться законом. Однообразные ответы, называемые отписками у жителей села, лежат пачками, утверждают они. Однако ВОЗ и ныне там. Администрация Барнаула посоветовала перевести инфраструктуру в муниципальную собственность на обслуживание специальной организации. Но председатель против. Это личная собственность. То есть, это собственность наших вот этих трех улицах жителей. И просто так передать туда невозможно. Надо 100% голосов жителей, чтобы они согласились. Есть ряд технических трудностей. Диаметр труб не совпадает. Нужно прокладывать новые. Да и не все жители с этим согласны. Итог. Каждая сторона продолжает отстаивать свою правду. Однако конфликт у землян продолжает нарастать. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Жуткая история на этой неделе произошла в барнаульском селе Власиха. Там женщина случайно наткнулась на труп в реке. По словам очевидцев, она зашла в воду и вдруг почувствовала, на дне реки что-то лежит. Как оказалось, это труп мужчины. Тело достали из воды. При каких обстоятельствах мужчина погиб, пока неизвестно. Еще одна, но уже забавная история. Мигрант в вагоне с углем пытался незаконно пересечь границу на этой неделе. Мужчина, чтобы его не заметили, укрывался в насыпи угля. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали нарушителя на железнодорожном пункте пропуска Кулунда. Поезд следовал из Казахстана в Россию. Задержанным оказался мужчина 89-го года рождения из Центральной Азии. Въезд в Российскую Федерацию ему не разрешен. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело «Незаконное пресечение государственной границы». Прокатиться по многоуровневой развязке на Змеиногорском тракте можно будет уже этой осенью. До запуска грандиозного транспортного узла остается всего полгода. Наша съемочная группа накануне побывала на объекте, к которому сегодня приковано внимание всех региональных СМИ. А также выяснила, как изменится схема движения в связи со строительством подземного тоннеля. Кольцо будет большое. Это, грубо говоря, первый уровень развязки. Тоннель минус первый. Металлический путепровод. Работа кипит. Строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в самом разгаре. Переправы возводят с весны 2023 года. В работе задействовано более 200 человек. Как будет выглядеть инженерное сооружение, можно увидеть на 3D-макете. Макет натуральный величину. Повторяюсь, в масштабе сделаю. Я уверен, что в ноябре мы с вами будем стоять наверху и наблюдать движение движения по всем этим направлениям. Напомним, трехуровневая развязка на Змеиногорском тракте – проект уникальный и необходимый городу. Пропускная способность участка с появлением нового транспортного узла увеличится в полтора-два раза. С 25 до 68 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость контракта на строительство внушительная – почти 3 миллиарда рублей. Ход масштабного и дорогостоящего строительства сегодня оценил министр транспорта региона. Мы примерно в 5-6 месяцах до окончания проекта. Проект крупнейший в Алтайском крае, в новой истории, скажем так, Алтайского края. Поэтому контроль особый. Рисков пока никаких нет. Но учитывая такие довольно материалоемкие работы, мы здесь присутствуем. Львиную долю автомобильного потока возьмет на себя подземный тоннель. Его протяженность уже составляет половину от запланированного. Порядка 250 метров из 500. Пока работы идут в первой части тоннеля. В настоящее время выполняются работы по устройству подпорных стен тоннельной части. Выполняется монтаж металлических валок пролетного строения металлического путепровода. И выполняются работы по устройству дорожной одежды на многополосном кольцевом пересечении. В июле изменится схема движения транспорта на участке. Дорожники построят транспортное кольцо примерно в 100 метрах от существующего. Это необходимо для того, чтобы продолжить строительство тоннеля на участке Зминогорского тракта в сторону центра города и для обеспечения непрерывных работ по расширению дороги в сторону Южного тракта. «День с толком». Подробнее смотрите в нашем сюжете. С 2011 года Александр Прокопьев был депутатом Госдумы от Алтайского края. На протяжении всех трех созывов он активно поддерживал регионы его жителей. Ему удалось сдвинуть с мертвой точки строительство школы в селе Боровиха. Накануне буквально в нашей сегодняшней встрече был подписан документ с Виктором Петровичем Томенко, губернатором Алтайского края, по включению проекта школы Боровихи в КАИП, то есть краевую адресную инвестиционную программу. По факту, что это для нас значит. То есть мы сократили, получается, весь наш временной промежуток по этому проекту на год. Но я считаю, что это наша общая такая достаточно серьезная заслуга. По просьбе жителей Александр Прокопьев лично контролировал возведение еще одного проблемного объекта – моста в Заринске. Во время пандемии он обеспечил антисептиками все школы края для проведения ЕГЭ, а на территории своего избирательного округа с первых дней пандемии обеспечивал средствами защиты медицинские, образовательные учреждения, службы соцзащиты, работников общественного транспорта и так далее. В 2015 году был создан фонд социального содействия. Все это время бюджет фонда формировался за счет личных средств Александра Прокопьева. Суммарно это более 200 миллионов рублей. Реализованы десятки социальных проектов и частных инициатив избирателей округа. Один из ярких примеров – поддержка национальных традиций и проведение фестиваля «Мордовской культуры» в Залесовском районе. Для меня лично было большим удивлением, что здесь до сих пор сохранен язык, сохранена культура, традиция. Даже в некоторых моментах она настолько такая аутентичная, что диву даешься на самом деле. Александр Прокопьев также известен своей активной работой показанию помощи подшефному славяно-сербскому району в Луганской области и участникам СВО. Он неоднократно лично принимал участие в передаче гуманитарных грузов. Так, для различных госпиталей доставлял генераторы, лекарства, автомобили и передвижные цифровые рентген-аппараты. Также разведчиков обеспечивал защитными шлемами, одеждой, которая делает бойцов невидимыми для приборов. Армированная ткань, то есть в нем тепло, можно он выдерживать до минус 80 градусов, он аккумулирует тепло. Военно-патриотическому и спортивному воспитанию молодежи Александр Прокопьев уделял большое внимание. При его поддержке многофункциональные спортивные площадки появились в Новоалтайске, а также Бийске. Современное футбольное поле для детей в Барнауле помогал Киберспортивной Федерации развивать этот вид спорта в Алтайском крае. Колб, 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 я приеду на ноги. Воплощены и многие патриотические проекты юнормейцев. Макеты автоматов Калашникова получили студенты из Барнаула. Комплекты современной новой формы – школьники из Кытмановского района. После назначения на должность вице-премьера и министра экономического развития Республики Алтай Александр Прокопьев записал обращение к избирателям своего округа. Хочу выразить признательность за многолетнее сотрудничество всем, с кем работал на своей родине, в Алтайском крае, правительству, муниципальным коллективам моего избирательного округа и всем, с кем был связан общими идеями и проектами через фонд социального содействия. Желаю всем хороших перспектив и больших успехов. Александр Прокопьев заверил, что все обязательства, которые он брал на себя, будут выполнены, проекты инициативы доведены до конца. Елена Кузовкина, Елена Макаренко, День с толком. Пара дней осталось до того момента, как перестанет действовать массовая льготная ипотека. Многие банки прием заявок по ней прекратили еще 20 июня. И теперь они, застройщики, риэлторы и, конечно же, покупатели, находятся в ожидании новых условий и предложений на первичном рынке недвижимости. Какое будущее его ждет? Насколько вырастет ставка по ипотеке? А главное, кому благо, кому риск сворачивания льготной программы? Смотрите в нашем сюжете. С рынка вымели весь ликвид, говорят эксперты рынка недвижимости Барнаула. В связи с отменой с июля массовой льготной ипотеки, ажиотаж на жилье в новостройках наблюдался всю весну, но особенно в мае-июне. Цены на маленькие студии однокомнатные выросли до 5-6 миллионов рублей, а то и выше. И на каждый вариант были десятки желающих приобрести его. Пусть не в Барнауле, в Новосибирске, Питере или хотя бы даже в Туле. Главное, успеть получить кредит под 8% годовых. Традиционно русские люди любят запрыгнуть в последний вагон. В Барнауле на текущий момент наблюдается дефицит предложения на рынке новостроек, как это ни странно звучит. Льготную ипотеку на новостройки запустили весной 2020-го, как антикризисную меру на фоне пандемии. Эксперты констатируют, застройщиков она, конечно, поддержала, да и покупателям пришлась по нраву, но обернулась небывалым разрывом между стоимостью новостроек и жилья на вторичном рынке. И сегодняшнее сворачивание массовой программы специалисты одобряют. Многие попытались воспользоваться этой ипотекой. Естественно, высокий спрос рождает рост цены. Ну, такой спекулятивный момент, но мы в рынке, и, к сожалению или к счастью, мы с этим ничего не можем сделать. Однозначно это благо, потому что видим, что рынок перегрет. Вот по итогам четырех месяцев этого года ЦБ выпустил релиз, в котором сказано, что диспаритет цен вторичного метра и первичного стоимость достиг максимальной диспропорции в 55%. То есть квадратный метр в новостройке на 55% стоит дороже, чем на вторичном рынке. Естественно, это все вызвано как раз последствиями льготной ипотеки. Без искусственной поддержки спроса, говорят риэлторы, продажи на первичном рынке снизятся. Покупать аномально дорогие квартиры, а средняя стоимость квадрата в Барнауле доходит до 150 тысяч рублей, в рыночную ипотеку ставку предрекают в 20%, люди не смогут. Снижение продаж начнет давить на цены, но так как спрос в Барнауле в разы превышает предложение, большого падения цен на жилье не предвидят. Хотя вот сегодня уже механизмы заметны, которые, на мой взгляд, могут, может быть, к какому-то небольшому снижению цен на жилье привести, особенно на вторичном рынке. Но какого-то существенного снижения я бы не ожидал. Все участники рынка недвижимости ожидают новых условий и предложений по жилью в новостройках. Очевидно, говорят эксперты, что льготный процент сохранят для отдельных категорий граждан, семей с детьми, участников СВО. В то же время для массовых продаж, возможно, идти на уступки придется застройщикам. Как вариант, предлагать скидки, субсидировать часть ставки. В любом случае, уверены риэлторы, спрос будет поддерживаться, чтобы рынок не схлопнулся. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. А еще 1 июля в Крае, как и по всей стране, увеличивается минимальная цена розничной продажи на водку, настойки, коньяк, джин, виски, ром и бренди. Такие предупреждения появились в барнаульских магазинах. Минимальная розничная цена на водку вырастет на 18 рублей. На бренди – 28 рублей. Минимальная цена на коньяк повысится на 39 рублей. Минфин обосновывает повышение минимальных цен ростом инфляции, повышением акцизов на алкоголь крепостью выше 9 градусов, а также увеличением издержек производителей. Также минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает регулярно с 2009 года. Таким образом, ведомство борется с контрафактом на рынке. Но мы переходим к другой теме. На этой неделе в Барнауле мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на улице Лосихинской. В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести. Мотоциклисты объявили в розыск. Таких инцидентов в городе за этот сезон уже зарегистрировано больше 20. Подробнее расскажет моя коллега Юлия Щепина. Разыскивается белый мотоцикл предположительно марки Кавасаки. Такая ориентировка поступила сегодня. Около 11 утра на улице Лосихинской произошло ДТП. Мотоцикл наехал на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Мотоциклист же с места происшествия скрылся. Цифры по количеству ДТП с участием мотоциклов увеличиваются с каждым днем. На территории Барнаула зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие при 21 пострадавшем. Из них три несовершеннолетних водителя мототранспорта. В этом году количество летальных исходов по мото ДТП ноль. Однако последствия могут быть серьезными. Сейчас у нас есть несколько пациентов, в том числе и в реанимационном отделении. Очень тяжелая несовершеннолетняя пациентка, которая двигалась с братом на мотоцикле без мотошлема. В результате аварии получила очень тяжелую травму черепно-мозговую, травму таза, которая потребует этапных хирургических вмешательств. Как правило, подобные ДТП характерны тяжелыми черепно-мозговыми травмами, причем зачастую открытыми. Травмами конечностей таза и внутренних органов. Такие травмы могут привести к летальному исходу прямо на месте происшествия. Госавтоинспекция проводит постоянно профилактические рейды и мероприятия. Их уже насчитывается свыше двух тысяч, которые у нас направлены на профилактику нарушений водителями мототранспорта. Работа проделывается масштабно именно с подростками, которые сейчас в настоящее время управляют мотоциклами эндуро. А он у нас чистится как спортинвентарь на дорогах общего пользования. С начала мотосезона, а именно с 1 апреля, зарегистрировано более 200 административных правонарушений, совершенных водителями мототранспорта. Госавтоинспекция напоминает о соблюдениях правил безопасности и осторожности на дорогах. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. Поставили точку в истории грандиозного строительства моста. В Барнауле убирают трамвайное кольцо возле торгового центра «Пионер». Напомним, разворотные кольца появились два года назад в самом начале строительства путепровода в районе Нового рынка. В октябре прошлого года специалисты горэлектротранса демонтировали кольцо на доме быта. Это было необходимо для завершения работ на самом мосту. РЖД на этой неделе рассказали о новых правилах перевозки животных после печального случая с котом Твиксом. Проводница высадила кота из поезда в январе этого года, так как не нашла его хозяина. Через несколько дней замерзшего кота нашли мертвым. История вызвала широкий общественный резонанс и требовала новых правил. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Дарья Ерошина. Жителям сибирского города Барнаула не привыкать к перепадам температуры. Летом жара плюс 35, зимой мороз минус 40. В январе этого года по всей России прогремела история с котом Твиксом, заплутавшим в вагоне поезда. И проводница, не сумевшая найти его хозяина, решила просто высадить кота на следующей станции. В результате животное нашли замерзшим на морозе вблизи железной дороги. Случай стал исключением из правил. История погибшего кота облетела рунет. Итог. Обсудили проблему даже в Государственной Думе. Теперь перевозку животных в пригородных и поездах дальнего следования будут регламентировать строже. При проведении мероприятия по определению все-таки статуса животного с владельцем он или без владельца, фиксируя, что это животное без владельца. Мы дальше начинаем с ним взаимодействовать. И все зависит опять же от места. Если говорить о поездах, то мы выделяем соответствующим образом сформированные отдельные переноски ящики, которые будут в каждом поезде. И они уже сейчас в большинстве есть. И ранее для перевозки домашних животных пассажиров обязывали покупать на них билеты. Недавно в стране ввели новую опцию в мобильное приложение. Теперь при покупке билета для питомца можно указать его вид, кличку и описать внешний вид. По этим вводным проводники будут опознавать потеряшек. Оказалось, это необходимо. Обелеченного твикса высадили из вагона лишь потому, что не стали тратить время на поиск его хозяина. Пренебрежение к братьям меньшим – причина маленькой трагедии, о которой знает вся страна. Вот я три года, как завела питомца, живу без моря, потому что в самолете опасно, там умирают собаки в багаже, в багажном отделении. И как бы на поезде это слишком долго до моря ехать, отпуск заканчивается быстро. Ну, у меня просто собака, у нее как сепаративная тревога, она без меня очень сложно переносит. Ну, вот надо как-то искать. Я вот три года пока не могу найти. Животные без сопровождающего довезут до ближайшего крупного вокзала и передадут транспортной полиции. Своих животных пассажирам нужно перевозить в специализированном вагоне в переноске. В одном купе поездов дальнего следования не более двух маленьких животных или одно крупное в наморнике. Опасение вызывает еще одна проблема – дачный сезон, как правило, срок использования питомцев, которых оставят на дачах после отъезда. С учетом того, что у нас садово-огородный период впереди, и пригородное сообщение транспортное, оно является в этот период критически важным. Мы каждый год фиксируем порядка там нескольких сотен тысяч потерявшихся просто животных. Нам укрепить вот это направление, это было бы приоритетно. От самого владельца тоже ждут ответственности к братьям меньшим, чтобы длинный путь питомца в транспорте не стал последним. И в завершении выпуска пугающими кадрами поделились жители края в соцсетях. Атака мошек и комаров. Такую обстановку запечатлели отдыхающие на озере Мостовом в Завьяловском районе. Впрочем, что-то подобное происходит и на городских улицах вечером. Радует, что и это когда-то пройдет, и жара. Надеемся, уже через несколько дней. Что ж, такое мы запомним эту неделю. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните, рассказывайте о том, что вас волнует. А далее подробнее узнаем о том, какой будет погода. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!